Сегодняшний ролик опять посвящен у меня одному, наверное, из самых замечательных наших самолетов, Ту-144. А заодно этот самолет вызывает больше всего, сколько у меня было вопросов именно по нему. Поэтому сейчас я постараюсь пропустить то, что уже было в некоторых роликах ранее. То есть вот у меня на моем канале отдельно показываю, есть все сведено в плейлисты. Есть отдельный плейлист про Ту, все Ту-полевые. И есть отдельный лист про Ту-144. Вот в нем тут уже несколько полетов есть. В общем-то, поэтому я некоторые вещи пропущу. Например, ту вещь, которая связана с построением плана полета. То есть как именно его делать, это есть как минимум в трех предыдущих роликах. Сейчас лишь только коснусь того, что в каталоге с самолетом. А самолет у меня опять от Влада, соответственно, он обновил некоторые текстурки. Ссылку на авторы этой сборки я вам дам в описании этого ролика. Сейчас лишь быстро напомню о том, что с моделью идет вот этот акселевский файл FuelCalc. В нем, соответственно, мы вбиваем расстояние, загрузку и скорость, с которой планируем лететь. Все остальное, соответственно, он посчитает нам автоматически. В данном случае нас больше всего интересует загрузка топлива. 78 тонн в данном случае. Рекомендую точно ее на 5 тонн брать больше. Особенно, если, не дай бог, круг вокруг аэропорта посадки. Это вообще 7 тонн, как минимум, сжирает он. Дальше, вот сам план полета. Здесь выглядит он у меня уже забит. Опять же говорю, это я много раз рассказывал, как делать в предыдущих роликах. Кому интересно, посмотрите. Считается он у меня моей прохромоленной. Можно пользоваться вообще руками, его забивать. Вот, то есть, здесь никаких странностей. Ну, вернее, кроме того, что он в обратной последовательности. То есть, идет от аэропорта посадки к аэропорту взлета. Отдельные аэропорты, маяки, которые, собственно говоря, по которым будет происходить коррекция плана полета. Есть РЛМ у нас в данном случае. Ну, вот, ну, раскраску я взял его, аэрофлотовскую. Итак, про засады. Вот у кого после загрузки самолета камера смотрит стройко вверх. Самый, наверное, распространенный вопрос. Вот загрузились вы или трясется все? Вариантов два. Открываем сервисный прибор. Ищем ваш джойстик. Вот здесь вот первый или второй. У меня просто их два, поэтому второй ставим, соответственно, на нужную хатку. То есть, это, соответственно, то, чем вы будете крутить головой на джойстике. И здесь вот выбираем в нижней части поворот головы и жмем «Сохранить кнопку». После чего видим весело и радостно, что камера перестала трястись, голова перестала прыгать. И, соответственно, все стало нормально. Дальше, соответственно, настраиваем все оси. Мы обращу лишь внимание на то, что в моем случае, чтобы не горело, вот здесь вот тормоза, и самолет не мог сдвинуться. Это вот эта вот оси надо куда-то назначить. Ну, то есть, в моем случае, вот ее назначил куда-то там, вот иначе она горит. То есть, это просто, опять же, про засаду. Остальные все оси программируются вполне себе линейно. То есть, нужна нам ось, соответственно, элеронов. Находим ее здесь. Находим, соответственно, на джойстике ту самую ось на вашем джойстике, чтобы элероны двигались. Жмем кнопку «Сохранить ось». Ось сохраняется. Здесь настраиваем, соответственно, центр оси, если он сбит. Ну, вот у меня, понятно, он в данном случае стоит на месте. Чувствительность оси по умолчанию единичка. Можно уменьшить, увеличить ее. Ну, пусть вот будет 0.90. Она даже... Нелинейность я делаю обычно для оси управления 30. Это опять-таки из опыта просто 0.25. После этого жмем «Сохранить ось». Ну, мертвая зона, если у вас трясется, то настраиваем мертвую зону. Точно так же настраивается все остальное. То есть, ну, вот еще одну ось покажу. Руль высоты, например. Вот роль высоты вверх-вниз. Ищем его опять-таки на джойстике, чтобы он двигался. То есть, вот сейчас вот у меня вот тут вот на этом приборчике не двигается. А вот сейчас вот, соответственно, двигается. Ну, как-то достаточно интересно. Ну-ка, если единицу... А, ну да. Ну, то есть, это не вся ось просто будет задействована. Так что чувствительность лучше оставить на единичке. Нелинейность оставляем. Ну, у меня ничего не дергается, поэтому, соответственно, сохраняю ось. Заодно сейчас поправим ось элеронов, потому что я ее иначе сделал не всю. Опять-таки, еще нужную мне ось. Проверяю, чтобы тут все двигалось. Тут ничего не тряслось. Устанавливаю параметры, как только что сказал. И жму сохранить ось. Так, у кого самолет переворачивается? А, ну, теперь кнопки, естественно. Настраиваются точно так же. То есть, вот это нам уже не нужно. Ищем. Вот, подъем, опускание ОНФ. В моем случае, вот, кнопку подъема носового обтекателя я нашел. Куда я хочу ее назвать? Ну, сохранить кнопку. Если, допустим, я хочу другую кнопку. Левый тормоз, правый тормоз, триммер. Руля высоты вверх. Кручу вот эту штуку, нажимая на джойстике кнопку. Просто этого я показать не могу. И кручу вот этот вот, соответственно, диск до тех пор, пока у меня, стоп, не загорится зеленая лампочка. Вот, нажимаю на джойстике ее. Вы ее увидите. Сохраняю кнопку. Следующее действие. Руля направление вниз. Еще, опять-таки, следующее. Нажимая на джойстике кнопку, жму сохранить кнопку. Триммеры вот эти вот необходимо настроить точно, иначе при переходе на сверхзвук самолет будет падать. Без триммеров, конечно, можно его удержать, но это если вы там в Хонгельдон в детстве играли, или там, я не знаю, руки у вас металлические, как у терминатора, тогда, может, вы его и удержите. Иначе работать надо триммером. Так, стартовый тормоз. Вот эта вот фигня, это вот она, она здесь в кабине. Назначать не советую. Потом, соответственно, иногда с ней возникают косяки. Но лично у меня. Поворот головы уже описал. То есть это в самом начале настроили, чтобы камера не смотрела в потолок. Дальше. Аварийный тормоз. То же самое, не трогаем его кнопками. Если есть ось, назначьте лучше на ось. Иначе тут загорится Slow Brakes, и самолет не будет трогаться вообще никакими силами. Будет стоять на месте у вас, и все. Триммер влево-вправо. Ну, это на любителя. Штурвал, режим. Штурвальный режим по крему. Соответственно, это вот. Вот этот вот режим включается. Джойстик. Штурвальный режим по катангажу. Это вот эта кнопочка. Стабилизация боковой. Канал. Сейчас будет стабилизация продольный. Канал. Ну, кому охота, много кнопок на джойстике. Все назначить не проблема. ЗПУ. Стабилизировать. Это вот все вот эти вот настройки автопилота. Соответственно. Которые тут проскакивают. Курс глиссада. Маршрут. Боковой маршрут. Продольный. Так. Увеличить. Уменьшить. Увеличить. Уменьшить. Разворот. Разворот. Нейтраль. Вот тут вот стрелочки пошли. Соответственно. Выпустить переднее крыло. По умолчанию выпуск соответственно переднего крыла у нас находится вот тут. Вот. Или нет. Или я врую это обтекатель. Все время я их путаю. Вот. Выпуск уборка переднего крыла. При взлете и при посадке оно выпускается. Чтобы увеличить подъемную силу самолета. Причем его уборка жесткая такая штука. В плане того, что это вот как раз вторая его засада самолета. Что он при этом очень клюет. Сильно. Так. Выпуск переднего крыла. Допустим. Я хочу его назначить на где-то. Вот на эту кнопку. Уборка следующая будет переднего крыла. Это у меня следующая кнопка. Вот. Опять нашел. Можно сразу просмотреть. То есть, вот выпуск у нас будет. А уборка, ну, сейчас не видно, потому что оно не выпускается. Оно выпускается здесь по этап на переднюю крыла. То есть немгновенно. В этом плане анимировано все интересно. И все. Вот все кнопочки, какие мы здесь можем настроить. Больше мы ничего настраивать здесь не будем. И сервисный прибор на этом месте убираем. Так. Далее. Так. Шифт 2. Вот эта вот панелька боковая вызывается. Здесь еще есть интересная вещь. Называется сервис. Ну, естественно, я самолет переустанавливал. Поэтому у меня налета тут никакого нет. В данном случае до всегда. В общем-то, самолет переустанавливается. Потом налета не бывает. Здесь управление, соответственно, самолетом. Вот нам сейчас надо нажать вот эту вот кнопочку. Замечательная подготовка ПНК. И если у нас правильно мы сделали план полета, то после этого он у нас оказывается уже введенным в наш инс. Ну, как здесь он назван. Соответственно, больше здесь нам особо делать нечего. Ну, кому охота, можно пооткрывать какие-то люки. Там еще что-то сделать наружи. Я сейчас, чтобы времени не тратить на это, на все, делать это не буду. Так, это приборка на нас, бортинженера, собственно, которая нам интересна. Здесь у нас после того, как мы инициировали самолет автоматически, подключились четыре аккумулятора бортовых. Подключились, соответственно, два упрямительных устройства. Подключился РАП. То есть, аэродромное питание за нас это все произошло. Так, дальше у нас идут охапка верхних панелей. Очень жалко, что вот этой вот штуки нету в настройках. Это парашют выпуска. Нужно, понятно, на посадке, но была бы кнопочка лишняя, не помешала бы сильно. Так, ну здесь, от чего, собственно, от чего курсовая система в данный момент задействована, оставляем ее на навигационном вычислителе. Ну, это все чуть позже. Нам потребуются различные потребители. Сервисный прибор прошли. GPS, ну это... Господа, я это даже трогать не буду. Если вы хотите полетать нормально на этом самолете, ну, это не серьезно. Кстати, вот это вот впереди, что у меня тоже спрашивали, это не текстуры, это носовой обтекатель. Тот самый. Выпуск носового обтекателя у нас, как я и говорил, находится вот здесь. Убирается у нас отсюда или нет. Спинка кресла мешает чуть-чуть. Вот, то есть ее... Он имеет несколько положений. И вот эта текстура, как кто-то мне написал, что за текстуры тут перед носом самолета, это не текстура, это защитный колпак, если так можно выразиться. смысл которого заключается в том, чтобы самолет у вас не на больших скоростях близких и так далее к сверхзвуку благополучно не выдавило стекла. То есть здесь армированные титановые стоят полостины, специально бронированное стекло. Остекление имеет это положение. Два положения имеет. Посадочное и, соответственно, взлетное положение. То есть сейчас у нас во взлетном стоит. Вообще он может опускаться еще на угол 13, по-моему, градусов. Так, возвращаемся таки назад. Дальше левая панель, соответственно, правая панель. Правая панель характеризуется тем, что здесь вот как раз есть вводится здесь магнитное склонение, все информация о состоянии самолета с точки зрения чего тут выпущено, убрано. Ну, это, я так понимаю, вообще служебная какая-то штука. Нам она не нужна. Так, гроза. Это прикручено уже Владом сюда, соответственно, всем известно, кто на наших самолетах летал. Такой вот прибор, который показывает разные вещи с точки зрения погодного, в основном как погодник или уголосноса. Интересно здесь. Буксировка. Ну, понятно по умолчанию, буксировка гидросистемы. Это гидравлика, часы-часы, автопилот. Отдельно, кстати, здесь вот с выпуском, уборкой того самого носового обтекателя. Можно отсюда управлять вот это посадочное положение, но мы его поставим в среднее положение взлетное. вот, и ППК, это управление инсом на самом деле. Здесь много чего интересного можно было бы использовать, но показать, вернее, но настолько долго автором сделано согласование приборов, то есть реальном времени 45 минут, поэтому всегда я на протяжении всех своих роликов это благополучно пропускал. так, ну, АЗС, это кому охота заправлять в реальном времени самолет. Система топливная, она же, соответственно, в расширенном варианте составляет полную полную панель, которая находится на самом деле у нас вот здесь, то есть это панель третьего члена экипажа, бортмеханик, как он там называется, который всем этим управляет. Здесь, в общем-то, вот это вот все сделано отдельно. Вот, вместе с панелью бортинженера это все, соответственно, у нас вот такая вот большая панель, но ничего сложного нет. Дальше опять-таки я сильно сейчас задаваться не буду, просто буду делать запуск, запуск ничего не имеющий отношения к крыле. Так, здесь смотрим за центровкой. Если она неправильна, то лезем в загрузку самолета. Он имеет тенденцию по молчанию напихать себе непонятно чего, непонятно куда. Получает сильно задняя центровка, что очень даже плохо, поэтому вот это вот все барахло обнуляем. Не, не все это барахло. Так, вот здесь вот вводим как-то вот так. Ну и лететь нам далеко. Топлива возьмем побольше. А нет, опять не угадал с центровкой. Общицам. Так. Да, вот она опять ее устанавливала. На самом деле, что очень-очень вредно. Вот. Таким вот образом топливо все-таки максимум 90%. Так, топливо на автоматику подключили. Здесь можно сразу топливомер, настроить расходомер. Так, ну пока мы болтаемся здесь, соответственно, можно запуститься вначале, можно имс, поиграться с ним. Ну, по умолчанию не обращаем никакого внимания на то, что, соответственно, здесь нарисовано. Это некое такое фантомное расстояние. Вначале проверим, чему там нагрузили. То есть, вот ячейки с 0.1, 0.2, 0.3 и т.д. по 0.9. Это аэропорт прибытия. Это наши точки. То есть, их желательно посмотреть, что Инс их принял и понял. Вот, дальше. Фио аэродромов у нас находится в ячейках 41. А наши здесь, по умолчанию, аэропорт вылета. 42. Аэропорт посадки. Здесь же указываем, что у нас 42. Второй аэропорт. Курс у нас является посадочным. Курсы полосы у нас прямые. 120 градусов. Что это значит? Если курс больше 180, то в положении 2 надо указывать. Если курс, соответственно, у нас до 180 градусов. Полосы взлета и посадки, в моем случае, то, соответственно, это первое положение данного переключателя. Это у нас указывает, куда мы летим. Можно сразу поставить на любой PPM, какой хотим. Соответственно, здесь это то же самое переключатели. Если, допустим, оперативные PPM, и там десятки, то будем лететь на них. Ну, сейчас я, опять же, делаю кратко, для того, чтобы вот просто улететь. Вот загрузились, посмотрели. Так же, летим не в аэропорт, а на PPM, поэтому вводим здесь PPM, вводим аварийный запас топлива, нажав сюда, открыв крышечку правой кнопкой. Первый сбрас, и, соответственно, 10 тонн. Вот, тухнет, соответственно, еще индикатор, правой кнопочкой, правой кнопкой мыши закрыли. Соответствующий колпачок. Так, далее. 72-ю ячейку надо ввести наш план полета. Первый сброс, 0,1, 0,9, вот. Здесь появляется первый, соответственно, PPM. Так, так же установим некое время, чтобы оно не болталось. Тут непонятно, какое. Так, ну, допустим, PPM 1250. Собственно говоря, чтобы это соответствовало некой действительности. Так, теперь номер рабочего канала 112-0. ввели, погасло. глиссады у нас, не введено, поэтому ну, линзу там показывает. Так, ладно, закроем его пока. Так, небольшой-таки апдейт. я там косякнул с планом полета, поэтому у меня вот тут вот расстояние было явно не то. То есть у меня в расчете план полета у меня был введен, соответственно, широта правильная, долгота была неправильная. То есть вот так вот он выглядит правильно вариантом. И, естественно, когда стоит на PPM, должно показывать расстояние до первого PPM введенного. то есть все действия абсолютно правильные, просто в плане полета был нюанс, поэтому я переписывать не буду сейчас весь ролик просто, поскольку там никаких ошибок нет. Ну, вот смотрим здесь. Грубо, 79 миль до первого участка. Так. 79, километра и 146 километров в данном случае, что соответствует у нас 148 километров в действительности. Абсолютно нормально, поскольку смотрю, откуда мерить. Вот. То есть все у нас, прибор наш подготовлен на этом месте. Ну, а между аэропортами в моем случае 4 900, то есть 5000 километров. В общем-то, оно все правильно. так, естественно, у меня пришлось просто перегрузить полет, и оно у меня свалилось. так, что тебе не нравится то? Ну да, забываю все время, что тут надо ставить. свод это, летим по RSBN майкам. Вот. Это поставили. Исчисление включим непосредственно при запуске. Здесь откроем 70-ю ячейку тегеры компасирования. Инст на этом. Ну, можно проверить еще все участки маршрута, но я не буду сейчас это делать, потому что понятно, что все, в общем-то, там правильно введено. открываем панель борт инженера и топливную панель. Начинаем опять-таки включим топливную автоматику. Центровку мы выставили правильно. Главный выключатель запуск. Загорелись все. Жмем клэш запуска. Запускаем ВСУ. Я буду очень быстро идти по запуску сегодня, чтобы не занимать время, и так уж опять дофига времени получилось. С ВСУ надо быть единственно аккуратнее сразу. Скажу, не вешайте на нее потребителей, пока не запустили двигатель, иначе можно это самое. Поставим на стояночный, чтобы у нас самолет никуда не укатился. Так, ВСУ подключено. Подключаем отбор воздуха. Потухло отбор воздуха от ВСУ. Включен. Так, сразу баки. Так, ВСУ не забываем подключить на борт. Автомат, расходчик, как всегда ставить линь, запуск, подогрев не нужен, вторая, зеленая. Откроем сразу краны. Так, переводим в положение 2, если горит зеленая, то все нормально. Ну, естественно, есть контроль ламп. Запуск второго двигателя. Распламенение. Помпу переводим в положение основной. Хасник, лампочка. Включаем всю автоматику двигателя. Первый. Запуск. Запуск первого пошел. Генераторы второго на борт сразу на всякий случай. Потому что чем это чревато свалится по потреблению. Соответственно, не хватит тока. В линиях отключится инс и все, привет, потом вы его не включите. придется заново перезапускать самолет. Это весьма геморройное занятие. Нафиг никому не нужное. Генератор первого на борт. Первая группа выпрямителей. третий на борт. Четвертый запуск. чё? Погас вам. пых 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 эту панель вызывает панель соответственно настройки системы кондиционирования оставляем температуру по всем трем контурам подключаемся автомат системы у нас должно все тухнуть здесь вот соответственно пошел набор давления то есть подкачка кабины не забываем естественно что к этому моменту времени все двери у нас должны быть закрыты так подключаем все гибросистемы закрывая колпачками так вот и тут нам потребуется штука потому что надо будет перекачивать топливо так на левой панели подключаем систему АБСО все каналы можно установить код ответчика если охота какой-нибудь так закончим таки на панели борт инженера все генераторы подключены выпрямительное устройство подключено на сеть после этого можно отключать питание ВСУ отключать питание рап и закрывать отбор воздуха от ВСУ как только загорелось жмем остановку если хотим потом его вообще в принципе запустить то надо минуту дать ему остыть только после этого выключать все ничего здесь красным гореть не должно так закрываем эту панель так дальше смотрим что здесь у нас нормально горит с носовым обтекателем все нормально выпускаем переднее крыло переднее крыло выпущено так теперь начинаю подключать потребителей ну не курить пристегнуть ремни понятно давным-давно надо было выключить давно выход ночь не надо резервное освещение обогрев стекла в положении сильно слабо но у нас не зима оставим в положении слабо и 16 стеклоочиститель нам не нужен вещание это понятно радиус 100 меры единственно отсюда не всегда удобно это делать потребитель имеется в виду подключать тем более видим что у нас тут это у нас левой наверно веру по вот этот мы сейчас подключили не все просто оттуда видно контроль контроль символиков атаки так далее вверх 4 тут то панель у нас таки стеклоочиститель некий банк рулежный свет вот обдув шасси пока рулим включим его марс на сортом натофон проверка гроза коротковолновой станции ну здесь смотря куда мы хотим лететь сейчас опять же говори на авиационный вычислитель у нас задержан курс ВПП в обоих случаях у нас 120 градусов так уж получилось я не трогаю аркашки не буду их выставлять потому что мы в буржуйском аэропорту здесь привода привода по сути дела нет так вверх 1 питание разворот колес включим на 60 градусов что у меня взлет у неготовка не горит так разбой нам не нужен курс ВПП включено блок контроля кренов контролируем верхний нижнее положение сразу опустим а то потом это все время забывается сделать и можем пробежаться по панельке посмотреть на нее в живую и здесь еще и в 3d она нарисована вполне себе красиво так курс полосы у нас прямой шлем пойми работает этот выключатель или нет бахарик стекла что у нас включен освещение рулежное обдув шасси включен да свет некий присутствует но он здесь к сожалению не 3d но это не супер спиральный зато стурки у нас вполне себе красивый закрылок у этого самолета напомню нет так мы для полноты еще подготовим автопилот включим тангаж управления так все так снимаемся запускаем буксировку я дефолт не запускаю чтоб не париться потом надо тягач еще подвесить ненароком смотрим что вот отсюда я планирую взлететь соответственно буквально можно сказать некуда рулить вот она у нас полоса с которым мы взлетим что может не 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 Так, хватит? И чем он хорош, еще хорошим FPS, с учетом того, что аэропорт у меня флайтамповский, а флайтамповский аэропорт очень красивый, но очень-очень капризный по этому поводу. Очень-очень клюет хорошо, если проверяем, проверить, например, кромоза, то... Сильно ощутимо все это. Сильно ощутимо все это. Минус-двенадцатый кроме нас никто не залетает. Минус-двенадцатый кроме нас никто не залетает. Поэтому мы сразу выруливаем на исполнительную. Гол разворотовый, конечно, огромный. Теонингер компонсированным сидимом. Вот. Включаем счисление. Вот теперь 148 наших километров. Так, убираем инсы. Разворот колес включаем 8 градусов. Хотя тут должна гореть взлет не готов, но почему-то она не всегда тут горит. Так, фары. Включаем. Посадочные. Абдук шасси выключаем больше. Не нужен. Ну, все готово к взлету. Ну, виду залета со стороны. Соответственно, есть смысл смотреть только таким вот образом. То есть без звука. Поскольку он там не понимает, где он сейчас есть. И из-за этого, соответственно, проблемы со звуком возникают. Покидаем наш аэропорт. В общем-то, уходим на маршрут. Начинаем его потихонечку разгонять после участка набора. Ну ладно, зажимаем тормоза. Так, что забыли? А, забыли выключить разворот колес. Сейчас к взлету не готов. Не горит, к сожалению. Поэтому из-за этого некие запинки. Так, все. Двигатель выходит на расчетный разгонный уровень. Скорость 160. 200. 250, убежь. 280. 300. 320. Подъем. 360. Шасси убираем. Тримируем самолет. Желательно, чтобы он и не падал. Соответственно, я летел куда надо еще. При этом набор скорости. Начинаем закрывать. Убираем крылышки. Сейчас его потянет резко вниз по мере их уборки. Это надо помнить. Поэтому следить, в общем-то, за этим делом. Вот, поехали вниз. Передняя крыла убрана. Соответственно, придерживать даже приходится обычно штурвал, чтобы самолет дико при этом не раскачивал. Дальше, по желанию, можно включить боковую продольную стабилизацию. Если считаете, что разгоняться больше пока не надо, включаем стабилизацию скорости на каком-то, соответственно, диапазоне он будет дальше регулировать скорость. В таком случае сам, но не забываем, что при этом, соответственно, угол за углом надо следить самостоятельно. то есть ему до барабана какой угол. Вот. Ах ты. Проспал я, забыл счисление включить. Ладно, чуть-чуть будем косячить. Сие не есть страшно, на самом деле. Сейчас включим просто коррекцию. 18 километров. Вот. И введем ее и, соответственно, у нас расстояние скорректировалось. 15 километров. Кстати, даже с этой точки зрения получилось, в общем-то, интересно. Так. Так. Пока 3000. Набираем. Можем включить маршрут. Управление маршрутом. И сейчас он начнет нам выходить на линию заданного пути. Наша задача набрать где-то порядка десяти тысяч. И там начать вот. Ну, во-первых, сейчас можно скорость скорректировать до 700, чтобы соответствовать нам графику. Все вообще делаем в соответствии с ним. Так. И, разумеется, я ее вывел, панельку, а так и забыл свет выключить. Но давненько на нем не летал. Поэтому косячу понятно. Чуть-то допустим нос, чтобы он все-таки 700 нам набрал. По скорости. Следующий нюанс с ним будет на махе. То есть как-то дойдем до скорости маха. Диапазон, кстати, регулировки, обращаю внимание, у него стандартный. То есть если хотите во взлетном режиме что-то там регулировать, то надо это учитывать. То есть ограничения по работе автопилота существуют. Достаточно они приличные. Вот такая у нас. Я не стал грузить оболоками припар, чтобы была такая вот занимательная погодка. уходим над морем. Как раз, собственно говоря, весь переход обычно подобных лайнеров на сверхзвук и осуществлялся над морем. на нем единственно надо все время не забывать, что он имеет тенденцию. начать лететь как-нибудь самостоятельно. Смотрим по инцам у нас до маршрутного TPM 80 км. Располагаемое расстояние на x10, то есть у нас 2000. Тут на самом деле она обычно пишет по стук по скоку. Так, и что-то я совсем забыл, а сейчас она у меня начнет орать на меня, что у меня центровка съехала. Надо начать перекачку топлива, которое нам обеспечит тот рост. Чуть-чуть просыпает момент, но не страшно. Фактически иду на пределе. До 45 где-то перекачиваем топливо. Вот как раз подходим к зоне начала разгона сверхзвук. 8000. Ну, раньше 10000 я обычно не начинаю разгон, хотя он тут начинается, в общем-то разрешение на разгон раньше дается. Вообще перекачка происходит в два этапа. 9000 прошли. Сейчас как-то с центровкой разберемся. Раньше не следует начать, чем зацентровали самолет, аначе он может благополучно в пикировании свалиться. это не есть будет хорошо. Все, хватит. 45 вполне себе достаточно. Так. Вообще автор самолета рекомендует на время сверхзвука уходить в штурвальный режим и именно триммером непосредственно работать. Ну, здесь вопрос, кому чего нравится. Сейчас, чтобы у меня скорость таки не падала. Что я иначе терять, мне это совсем таки не нравится. Я опущу нос. Сергей Крин Godо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проскакиваешь эту область, то гораздо лучше... Получается, что сейчас придется повисеть в этом режиме, не очень приятном... Тут у нас участок очень большой, поэтому не сильно страшно, просто топливо сейчас подсожжем чуть больше, чем надо, но это тоже не страшно... 38 тысяч футов мы уже набрали... Чуть-чуть назад перекачаем топливо... Чтобы самолету было чуть проще... Вот видим, что индикатор у нас пошел в ту сторону, и это нормальное для него явление... Продолжение следует... Вот мы наконец пропаузали... Практически трансзвуковую область... Сейчас как только он вернется по индикатору назад на... Сейчас мы его чуть-чуть еще спустим, чтобы... Побыстрее разгонялся... Побыстрее разгонялся... Я чуть-чуть пропустил, чтобы соответственно не было мучительно скучно... Ждать это, потому что меня в этот раз как-то не очень... Убрал я уже до 80 оборота двигателя... Этот разгон на его... Вот мы идем уже на сверхзвуки... Четыреста километров до следующих PPM... Вот он пошел... Гораздо веселее набирать... Ну вот мы уже практически на скорости Маха... Правда чуть-чуть я тут... Хватанул с разгоном... Можно включить режим МТТ... Так называемый... Вот так... Теперь тут единственный автопилот... Это такая загадочная штука, что не в сказке сказать... Почему-то забывает про то, на какой скорости движется у нас самолет... И имеет тенденцию... Поэтому... Начать непонятно чем заниматься тут уже... А именно выводить его на этих режимах достаточно тяжело... Так... Не будем превышать таким... Разрешенные параметры... То есть 2.2 по скорости звука... Набирать мы еще можем... Кхм... Десять... Кхм... Десять тысяч футов... Десять тысяч футов... Десять тысяч WHILE... Продолжение следует... Продолжение следует... Уменьшаем крены фактически... Выводим самолет на маршрутную линию... Иногда это проще сделать таким образом... Так, ну куда-то у меня там продолжаешь разгоняться-то... Порядка 60% у него... Крейсерский его режим... Ну чем выше мы поднимемся... Тем меньше понятно будет сопротивление воздуха... Тем проще нам будет лететь... Тут есть термодатчик... Оуу, как мы уже нагрелись... Надо растормаживаться... Продолжение следует... Такой вот вид 16 километров... Если посмотреть, то мы уже практически идем... Видно даже скривление горизонта... В устоявшемся режиме полета можно включить так называемый крейсерский режим... То есть полностью включить второе повоенное вертикальное управление... Скорость полета... Теперь он сам будет определяться... Самолет имеется ввиду на какой высоте... И на какой скорости ему и лететь... Включаем режим МТТ... Стабилизация скорости маха и температуры... То есть вот она сейчас чуть-чуть выше... Но это абсолютно нормально для него... То есть там в пределах десятки градусов... В общем-то ни о чем... То есть в общем-то он поддерживает... Заданную скорость и все... Дальше... Пилим на эшелоне... То есть сейчас у нас... Третий PPM... Мы его застабилизировали здесь... У меня же самолет... И вот нам еще... 6 PPM... До где-то 400 километров... За 400-500 километров... Начнем снижение... Сам увеличивает... Уменьшает углы... Соответственно выдерживаю скорость... Сейчас он должен погасить... Температурный режим... Ну в принципе вот так вот его удерживают... Это тоже... Абсолютно нормально... Ну вот у нас до 8 PPM остается 20 километров... Сейчас мы его проходим... Былополучным... И после этого... Последний... Маршрутный участок... Он же участок у нас предназначен для неспешного снижения... Если посмотреть по сервису... 2 часа 20 минут... Мы как летим... Собственно говоря... Пошел до ворот... И вот у нас начался... Персидский залив... Сколь я себе... Понимаю географию... Хотя могу конечно и нагнать... Соответственно... Можно подождать выравнивание самолета... Можно собственно говоря... Нет... Я уже начал сбрасывать потихонечку скорость... Вот она по графику... Забираем продольный... Вот... И... Сдаем некий... Градиент снижения... Не сильно большой... Усердствовать здесь не надо... Расстояние у меня... 400 километров... Как раз... До аэропорта... Прибытия... И дальше... Опять... Выдерживаем вот эту вот... Часть... Графика... Для того чтобы... Соответственно... Правильно... Снижаться... Обычно на снижение вопросов... Ни у кого в этом самолете не вызывает... Проходит он нормально... В том числе... Сверхозвуковую область... Трансзвук... Вернее... Правильнее сказать... Поэтому... Здесь как бы вопрос такой... А... Ну естественно... По мере... Замедления самолета... Надо не забывать про центровку... Она вот у меня чуть выше... Поскольку... Чуть меньше топлива... Чем соответственно... Предполагается... У меня осталось... Ну... Вполне нормально... Для захода... 25%... На начало снижения... И... В принципе... При нынешней скорости... Он пишет... Что у меня 1500... Запас... 53 минуты... Полета... Допустимое время... Поэтому... Начал... Начал... Чуть-чуть у меня разгоняться... Это нам... Не надо... Убираем... По возможности... Стараемся... Выдержать график... Курс ВПП у нас... Прежний... Соответственно... Можно задать... На втором... Курс МП... Приборе... Частоту... Илс... По мере подхода... Мы переключимся... На ЗПУ 1... Или ЗПУ 2... Но ЗПУ 1... Я обычно... Все равно... Забиваю... Ну... Все... Собственно говоря... Там особо... Другого... Ничего делать... И не надо... То есть... 53 тысячи... Из них... Снижение... Достаточно... Длительный... У нас... Характер... Носит... На том берегу... Будет аэропорт... В который мы... Собственно говоря... Летим... Н raus được... Скоро... Ческоро... Главное... Сейчас... Одно... Приг hết... Тело... С�... Стоит... Позн��... Уп��... Познание... fries... Познания... Всем... Познание... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подходим к трансвуковой области... Здесь самое главное не дать ему уронить нос вниз... Чуть даже раньше я снижаюсь, хотя в принципе она по скорости маха сейчас уйдет... Индикатор, поэтому... Здесь можно ему и не верить в некотором смысле... Самое главное не дать самолету себя, так скажем, уронить... Центровка пока назад не пошла... Продолжение следует... Проходим... Звук... И все... Восстанавливается... Все... Все... Мы до звуки... Можем включить удержание текущей скорости... Чтобы он ниже пока не падал... Подходим к аэропортам... Скорость 340... Тангаж 8... Чуть раньше его, как обычно, у Иона... Посадочный курс... Сейчас просто подруливаю глиссадом... Скорость 340... Тангаж 8... Так как глиссада захвачена, можно уже включить курс... Ждем здесь... Пока подойдет глиссадный маркер... Раньше времени давить эту кнопку не советую... Поскольку... Могут проблемки возникнуть из-за этого... Собственно говоря, наш порт... Куда мы будем садиться... Можем, в общем-то, растормозиться... До 300 где-то... Скорость 330... Тангаж 8... Тут лучше его поточнее выводить на курс... Сейчас я не лучшим образом это сделал... Но, в принципе, должен он его сейчас поймать... Самолет сильный-сильно неповоротливый... Скорость 320... Тангаж 9... Отсюда вот такие вот... Загадочные маневры... Скорость 310... Тангаж 10... Тангаж 7... Вот, собственно, захват глиссады... У нас произошел... Скорость 310... Скорость 310... Тангаж 7... Скорость 310... Тангаж 6... Скорость 310... Тангаж 7... Скорость 310... Скорость 310... Скорость 310... Дангаж 7... Таким темпом мне сейчас придётся на второй круг заходить... Я так понимаю, потому что уже выровнится на глиссадном курсе, такое у меня ощущение, что я не успею. Скорость 310, тангаж 7, 250 метров, скорость 310. Тангаж 6, 200 метров, 150, 100 метров, скорость 310, 80 метров, 60. 40 метров, 30, 20 метров, 15, 10, 5, 3, метр. 250. 50. Автопилот у него сильный-сильный чудиной, то есть если он чуть-чуть не взял курс потом, чтобы не опрокинуть самолет, он его очень-очень низко ведет. Точнее углы берет небольшие, из-за этого промахивает все время с курсом, поэтому тут зачастую иногда приходится его быстрее, как-то что ли сказать, сажать руками. Вот тут еще тенденция у него сильно-сильно раскачиваться. 155, 100 метров, 80 метров, 60. Высота принятия решения. 40 метров, 30. 20 метров, 15. 10, 5, 3. Метр. Метр. 215, 150, скорость 310, тангаж 5, 100 метров, 80 метров, 60. 40 метров. 30 20 метров 15 10 5 3 метр метр так, теперь на другую полосу попробуем съесть 10 10 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 24 24 25 25 25 будем болтаться как известно что в проруби включаем глиссаду потом не нырять за ней что-то у меня тут оказалось выключено почему-то как-то надоело наступило тут конечно если его точно не вывести на полосу то потом проблемы с ним скорость 320 скорость 310 тангаж 7 250 метров скорость 310 тангаж 7 200 метров 80 метров 60 зато принять решение 40 метров 30 20 метров 15 10 5 3 30 метров 50 скорость 160 50 50 50 парашют тут конечно вполне себе такой занимательный элемент декорации так чтоб не подсказывает что он выпущен но его как бы автор так где он есть … покидая импульсом 777-й куда-то улетел как раз надо проскочить пока следующий не вырулил на взлет никто там на многого не садится вроде нет надеюсь тут пока никто не взлетает сейчас быстренько проскочим чтобы через голову не взлетали борта компьютерные все вроде проскочили вот как раз тут есть местечко где можно припарковаться убираем крылья поднимаем носовой обтекатель что думаешь что у меня так плохо ездит ездит надо включить разворот колес и 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 вариант захода вид со стороны другую полосу дубай того что и заслуживает зря считается один из самых красивых аэропортов как интересно обтекательный салой внезапно оказался в том же положении в каком он сейчас это отличительная особенность этого самолета то есть в нем повторы не понимает он в повторах соответственно то что 20 метров должно быть опять таки предупредительная сигнализация обусловленные повторами парашютов мы на повторе как и прошлый раз не видим но он как бы есть все кто-то так резко остановился именно поэтому можно сразу же свернуть в таком варианте даже интереснее с закрытым утекателем такая шпон никогда не сел на самом деле 40 метров 30 20 метров 15 10 5 3 ну а не будем это гуделка развлекаться так все можно заканчивать заканчивать с ним действия а именно запускать назад вот в суу пока она вообще по хорошему запускается надо бы поотключать потребителям так вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Система управления воздухозаборниками двигателей. Так, здесь можно выключить всю топливную автоматику. Чтоб пассажиры не задохнули, взять отбор воздуха от ВСУ. Так, и собственно остановим двигателем. Ну вот, пожалуй, весь этот полет. Аэропорт Дубая. Ту-144Д. В двух вариациях красивый и стандартный. Ту-144Д. Ту-144Д. Ту-144Д.